Но также известно, что Игорь Кошин на заседании Арктической госкомиссии намерен затронуть жизненный для нас вопрос. Это строительство автодороги Наринмар-Усинск. Мы будем держать вас в курсе событий. Пока же дорога Наринмар-Усинск работает только в зимнем варианте. Но уже в конце апреля, по словам дорожников, она снова исчезнет с карты Ирина Цепетова о текущем состоянии транспортной артерии. Многострадальный зимник в этом году претерпел разные состояния. Несчетное количество раз автодорогу закрывали, столько же на него выезжали с инспекциями. Сегодня зимник открыт для проезда любых видов транспорта. Состояние дороги жизни оценивают как удовлетворительное. С таким мнением зимника вернулись представители Департамента строительства и Департамента финансов. На территории зимника мы увидели достаточное количество техники, которое необходимо для его содержания. Несмотря на теплую погоду, зимник еще в хорошем состоянии, отсутствует проваленный. Единственное, там есть одно небольшое место, участок порядка 30-50 метров, где уже в связи с теплой погодой зимненькая, как такового нет. Есть участок дороги, но участок тундры. Но там на этом подъеме постоянно дежурит техника и никаких проблем у автовладельцев при одолевании именно вот этого маленького участка мы не зафиксировали. Напомню, строили зимник в рамках соглашения, подписанного между Ненецким округом и компанией «Лукойл» за счет средств, которые предусмотрены на социально-экономическое развитие региона. Конкурс на обустройство и содержание участка зимней автодороги на Редмар-Усинск, а именно участка 76-й километр строящейся дороги на Редмар-Усинск до пункта отдыха водителей «Шапкинская» выиграла компания «Транстрой» и поручила его субподрядчику «Техносевер». На содержании дороги, по словам субподрядчиков, сейчас задействованы все необходимые силы и средства. Всего 6 единиц техники, 2 кировца и 6 бульдозеров. В состоянии готовности стоят 3 водовозки на случай необходимости проливки участка. «Сейчас в данный момент просто гладим, выравниваем, к ночи все подмерзает, утром у нас опять асфальт. Дорога нормальная, все едут, хвалят, благодарят». О хорошем состоянии нашего участка зимника говорят и водители, только что вернувшиеся с дороги жизни. По сравнению с годом прошлым – небо и земля. Владимир Йодин провел на автодороге всю зиму и планирует совершить еще немало рейсов. Работа такая. От отсыпки до базы отдыха «Шапкинская» доезжает за 50 минут. «От отсыпки до развилки «Шапки» хорошая. В этом году небо и земля. Я не мучился ни разу, сколько езжу. Ну, как открылся земля, так и вот. Ну, были случаи, когда метель. Тут уже у всех это. Тут ничего не понравилось. Метель закончилась, быстро прочистили». С уборочной техникой, по словам водителей, на участке зимника от отсыпки до развилки «Шапкинская» проблем нет. Чистят хорошо и даже если кто-нибудь застрянет, всегда помогут. «У Роголовского Ярослава техника работает постоянно. У них там и в ручьях трактора стоят. И так, если надо, за помощью обращаемся, помогают. Потому что все-таки наши местные же ребята, все друг друга знаем. То есть там ездить, скажем так, не страшно. А на других участках ничего хорошего сказать не можем». В числе других дальнобойщики называют «отсыпку». Пожалуй, один из самых проблемных в этом году участков. Его содержанием занимается Наринмар Дориумстрой. Водитель-дальнобойщик Сергей Асташов прошел наш участок зимника за один час, чего не скажешь об отсыпке. «А вот отсыпку 6 часов, которая должна быть идеальная. За 6 часов проехала. Там очень ужасное состояние. Она всю зиму толком она не делалась. Изначально ее как бы запустили. Надо было ухаживать с начала зимы, а ее никто не делал. А сейчас ее восстановить это уже очень тяжело». Исправить ситуацию у дорожников еще есть время. По информации специалистов, зимник продержится как минимум до конца апреля. Всю оперативную информацию о его состоянии можно узнать по телефону единой диспетчерской службы 112.